Бюрократический пипец просто, бюрократический коллапс, это бюрократический... Это просто кошмар. Я, конечно, понимала, что не будет легко, но что будет настолько. Всем привет! Сегодня я вам расскажу о супер истории интересной. Все, кто хочет отправить посылочку, какой-то гостинчик, что-то сделать приятное из Турции в Россию. Я вас сегодня подготовлю к этому мероприятию. Я расскажу, как это можно сделать, расскажу цены, даты, куда пойти, что делать. Все-все-все, пожалуйста, все только ради вас. Я это специально, можно выразиться, это сделала, по сути. У меня такой нужды большую посылку отправить в Россию не было. Просто было тупо интересно, как это работает. Если это работает очень просто и легко, то почему бы не отправлять каждый месяц на родину своим родственникам какие-то гостинички приятные. Просто каждый месяц летать, конечно же, ты не будешь. Ну, как по названию вы поняли, что бюрократический пипец просто... Это бюрократический коллапс. Это бюрократический... Это просто кошмар. Я, конечно, понимала, что не будет легко, но что будет настолько... По ходу дела видео будет долго. Если вы хотите отправить посылку, я вот сейчас сегодня рассказываю про Россию, про Украину, все прочее, я ничего не знаю. Я отправляла в Россию, отправляла из Стамбула в город Новосибирск. Расстояние, ого, не маленькое. Посылка, конечно, будет идти не очень короткий срок. В Россию доставляют, насколько я сейчас знаю, только ПТТ, Государственная почта, Турция. ПТТ-отделение просто набиваете в гугле. В любом месте, где вы живете, в Турции, в любом районе есть офис головной почты. Пожалуйста, идете туда, берете посылочку, складываете. Кстати, нормально принимают, никаких вопросов лишних не задают, заполняете. Просто подходите и говорите. Мне отправят посылку в Россию, другую, за границу это называется. Вас спросят, какую страну, скажете, Россию. Вам дадут 4 бланка, бланки выглядят вот таким образом. Здесь 4 подряд бумажки прикреплены. Вот у меня, например, 4 номерок остался. Все их заберут, вам вот этот лист отдадут. Тут ничего не видно, ничего толком не написано, потому что это все копирочка идет. Все же, сначала вы заполняете, кто отправляет, куда адрес, номер телефона, получатели обязательно. Если вопросы почты, вопросы еще чего-то потеряется, извещения и прочих дел. Вместе уже ему позвонят, этому человеку. Очень важный пункт, здесь пишется, спрашивают, что в посылке. Записывается только с ваших слов, никто в вашу посылку заглядывать не будет. Но у меня, по крайней мере, не заглядывали, не смотрели. Им вообще пофигу, что отправлять, честно говоря. Вот если придет что-то, да, там докапывается. Если отправить, проблем никаких нет. Я, что скажу, отправляла? Я отправляла обувь, платье, одежда там какая-то была и немножко турецких сладостей. Так чисто было интересно, пройдет-то или нет. Здесь написали на бумажке просто то, что там лежит обувь и сладости. Я больше ничего не называла. Все. По поводу оплаты. Когда мы оплатили... Два варианта есть доставки. Поездом. Доставка идет 20, вроде бы, дней. 25 дней. И доставка самолетом. Мы заказали аэро, вот эту почту. Доставка самолетом 15 дней длится. Вот такой корешочек вам выдается. Такой стикер. Что здесь написано? Идет, естественно, номер, который вы проверяете в интернете. Баркод этот, не знаю, вот этой фактуры. Как называть-то? Ну, номер вашей посылки всемирной. Вес идет... У меня было 2 килограмма 154 грамма. Вид отправки у Чак это самолет. По-английски Air написано. И на 2 килограмма 154 грамма стоила моя доставка 143 лир и 30 копеек. Если отправлять поездом, то стоило бы мне это на 30 лир дешевле. Вроде 113 лир где-то вот такое вот. Как выгодно отправлять? От килограмма отсчитывается цена. До 5 килограмм. Это выгодно. То есть, там за каждый килограмм чуть-чуть начисляется. Больше 5 килограмм, там уже сумма будет больше. То есть, выгодно отправлять от килограмма до 5. Ну, я думаю, что 4,5 самый оптимальный там вариант будет вам. В принципе, со стороны турецкой на этом все. Посылка действительно... Тут же трек-номер этот... Вспомнил, трек-номер, а не баркод. Баркод это на продукции. Трек-номер этот отслеживался с этого же дня. Как приняли, прям пишется, он в Стамбуле там лежит на вашей почте такого-то района. На следующий день ваша посылка там на общем пункте сборе в Стамбуле находится. Потом ваша посылка в пути. В общем, буквально до таможни России, до Москвы дошла моя посылка за 3 дня, наверное. Может быть, 4 максимум. Все это хорошо. На сайте почте, на ПТТ отслеживается. Можно просто в гугле написать, ослежить посылку. В общем, не только на самой почте ПТТ на сайте можно отслеживать, но и всяких разных сайтах всемирных, где отслеживаются посылки. Вот все. Со стороны турок никаких проблем, вопросов вообще не было. Это вот так вот сделать было, как два пальца щелкнуть. Что же в России? Смотрю, в общем, посылочка-то моя пришла вовремя, даже пораньше. Не 14-15 дней, как обещали, а за 10 дней она где-то мне дошла. Нет, неделя и там 3 дня, вот так примерно. И это не только, я думала, что только рабочие дни считаются, выходные тоже считаются. Они каждый день работают. То есть, выходные и субботы не вычитаются из этих доставки. Смотрю, посылка-то моя где-то лежит. Где она лежит? Опа, в Москве, на Растаможке. Буквально 2-3 дня она там побыла. О, она идет в Новосибирск. До Новосибирск из Москвы дошла за 3 дня. И пропала. Скажем так, она не пропала, она находится в каком-то там непонятном пункте. Окей. Я этот номер, я проверяла просто на сайте ПТТшном, почта турецкая. Я этот код, номер посылки свой вбиваю в международный поиск. Это тарелевский геморрой вам скажу. И там надо, там все почты мира в списке есть. И вам надо найти ПТТ турецкую. Они не по алфавиту идут, а в разнобой непонятно, вообще как-то рандомно. Я сидела реально минут 10 или 15 искала вот эту, вот эту, я ее нашла. И мне тут же вот этот сайт, ну я не знаю, в гугле в общем забьете, как найти там посылку, международную посылку. Вам этот самый популярный сайт и выдаст. Искать, конечно, на нем долго, просто вот выбирать сидеть почту, но это возможно. В общем, захожу на этот сайт, моя посылочка лежит на почте в Новосибирске, отправляла маме своей. Смотрю адрес соседний, прям, я думала, что это почта моей мамы. Она, естественно, ждала, счастливая такая, берет паспорт, чешет на почту. Извещение, естественно, мы не стали даже ждать. Три дня прошло, как мы узнали там, что она в Новосибирске, в ее районе находится почта. Пришла, в общем, она к этой девушке, так говорит, блин, а вашей посылки здесь нет. Мама говорит, вот у меня там код по паспорту, в общем, она говорит, а у нас ее нет. Она к нам, она реально все пересмотрела вручную, на почте посылки не оказалось. Я, короче, открываю сайт этот, мама домой вернулась, мне это рассказывает. Я открываю сайт и нахожу адрес именно на вот этом международном сайте отслеживания посылок, где адрес находится вот эта посылка. Она оказалась на другой адресе, на другой улице. Это оказалось не наша почта по прописке, это общий пункт вот этого района какой-то, выдачи. Окей. В общем, приходит, она говорит, посылка тра-та-та, извещение, она говорит, извещения не было. Короче говоря, за вот это вот мной уплаченные 143 лиры и указанный номер телефона должна была прийти смс-ка, когда уже 3-4 дня, именно в чем косяк Почты России, вот в этом, что сейчас рассказываю, о том, что они должны были отправить смс-уведомление о том, что посылка пришла. Она пришла на определенный пункт раздачи, потому что она получила статус, так как она из Турции, в чем проблема бюрократическая началась, в том, что это посылка с таможенным уведомлением. Ее не растаможили, мы с ней отправляли, отправляют растамаживать в Новосибирск на место, куда она должна прийти, самим человеком. То есть вы бегаете, растамаживаете в таможне вашу посылку. Она пришла на специализированный пункт выдачи посылок, о чем не оповестили. Находится она, там хранится один месяц, если за ней никто не приходит, то эту посылку отправляют обратно по месту отправки в Турцию, она ко мне обратно пришла. Никто не оповестил, никто не позвонил, и даже просто тупо уведомление в бумажном виде, законное, которое должно быть в ящике, их должно быть 3 штуки, если человек не приходит, ни одного не было. Вы можете сказать, ой, ну всего лишь неделя прошла, когда пришла, где-то выходит неделя, да. Никто не почесался за неделю, никакого уведомления не пришло. Плюс это спецотдел, скажем так, да, который вот этим занимается, это особая посылка, да, у нее особый статус таможенного уведомления. Я показала сейчас фигу, но так как я в Турции отучилась, пока фигу хочу, фиг вам, никто ни о чем не повестит, где хочешь, там ищи свою. Понимаете, я молодая, да, я в интернете шарю, да, знаю, что где-то посмотреть. А если какой-то взрослый человек отправит, у которого нет там мобильного приложения, телефона там сенсорного, да, у кого нет интернета, компьютера, как он будет человек знать что-то, это вообще. А если вы подарок отправили и не говорили о том, что посылка придет, а у него такой казус, она стала с таможенным уведомлением, человек не узнает о том, что она вообще к нему пришла. Можно говорить, что это индивидуально, вам не повезло. Ну вот, окей, мне не повезло за более дорогую доставку, которую я оплатила. Эта услуга была мне обязательна, ее не сделали. Окей. Мама приходит, короче говоря, говорит, давайте мне посылку, вам ее показывают. Вот она посылка, но мы вам не выдаем, идите на таможню. Вот с этого бюрократическая, скажем так, вся волокита и начинается. В России растаможка, что это такое? Оказывается, что все посылки, которые приходят из Турции в Россию, они автоматически растаможиваются на месте. Человек это сам делает. Государство это делает отказывается. Почему? В связи с последними полиции, ситуациями, событиями, последние 2-3 года. Не будем даваться подробностей, я думаю, люди не глупые, все, знаете, новости телевизора смотрят и понимаете, что это такое. То есть, если вам что-то приходит, это ваше дело. Никто вашей посылкой заниматься не будет, ну, скажем так, усложнить вашу жизнь. Из других стран с этим проблем нет. Либо какой-то спецтовар, когда идет, так делают. Там телевизор или еще что-то. В общем, окей. Дали на почту такую бумажку, где есть адрес этой таможни. Таможни это почтовые. В Новосибирске на левом берегу это Толмачево 1. Это край города, это самое последнее здание, если так можно выразиться, левого берега. Ехать туда только на машине, либо на такси, потому что это здание стоит посреди поля. И где-то 1,5-2 километра вообще ничего нет. Это чистое поле. Просто поле. Нет автобусной даже остановки. Автобусной, там идти нужно. Это просто жесть. В общем, моя мама героически приехала туда. Там практически никого нет, очередей никаких нет. И хоть и бюрократия, но на таможне работают сейчас хорошо, потому что очень большие чистки. Вы сами знаете, как трудно попасть на работу на таможню. Работа такая сахарная, хорошая. И потерять эту работу очень легко, потому что идут сейчас такие всякие чистки. И если у сотрудника таможни есть 2-3 выговоров, каких-то косяков по работе, то его увольняют. То есть вместо такое очень легко потерять эту работу, работа хорошая. То есть очень вежливо, не грубо, вот это очень приятно общаются. И с этим никаких проблем не было. Ну, плюс у меня, вы знаете, мама такой сам по себе человек добрый по жизни, поэтому, может быть, и относились хорошо. В общем, никаких очередей, ничего не было. Вот это вот здание посреди поля на окраине города Новосибирска, пришла она туда. Ей говорят, окей, пишите заявление, ксерокопируйте ваш паспорт, еще что-то. Короче, она взяла с собой загранпаспорт, паспорт свой российский. Все там и прописку, и адрес, все, короче, говорят, ксерили. Ксерить у охранника на первом этаже. Ксерокопия 20 рублей штука. Чтобы вы понимали, 2 рубля штука в городе, эта цена, так как вокруг ничего нет, они решили, ну, как бы, в 10 раз дороже ксерокопию можно делать, им же и людям пойти некуда, соответственно, каждый второй фактически воспользуется этими услугами. Ксерок в 10 раз дороже цена, ну, это просто... Что? Ну, это наглость. Блин, люди, что вообще делаете? Ладно, 10 рублей лист, я бы еще могла понять. Обычно в госучреждениях накручивают, но не 20, блин, это просто трынец. У меня шок был. Окей, сделала там несколько ксерокопий, там листов 5, что ли. Подала заявление, ей говорят, окей, мы назначаем экспертизу, когда вы должны дату и время быть на вот этой почте, на этом особом пункте, где ваша посылочка-то зацепилась, приедет туда таможенник, и вы будете растамаживать, делать опись имущества, того, что в коробке. Естественно, в заявлении, когда она написала, спросили, что там внутри, кто прислал, обязательно надо доказывать, кто прислал. Отправляли мы с моего мужа имени, если какие-то проблемы там в стране, вдруг что-то обратно отправить, мы решили сразу на мужа это делать, чтобы не иностранная там фамилия была. Вот она рассказала, зять прислала, а ваша дочь там чуть ли не документы, а мое удостоверение о том, что я замужем, документ свадебный, что-то не просили. В общем, когда принимали эту посылку в Москве, потеряли половину маминой фамилии. Фамилия, знаете, самая популярная в стране Иванова, но я не знаю, это где глаза, на каком месте должны быть, чтобы от Ивановой осталось НОВА, просто первые три буквы или сколько там надо было потерять. Я не знаю, как еще можно исковеркать фамилию Петрова и Сидорова, но, наверное, как-то можно, если Иванову уж потеряли. И как бы то, что утеряна фамилия, представляете, все документы по России шли на новую какую-то женщину, НОВА просто, да, не Иванова, и спрашивает таможенник, как вы докажете, что это ваша посылка? Моя мама говорит, так это на московской таможне потеряли половину, как я что докажу? Это же ваш косяк, почему я должна что-то доказывать, если это ваш сотрудник накосящил? А ей говорят, ну да, может быть и наш, но в ваших же интересах получить посылку, так что доказывайте, какая ваша фамилия, и, собственно, давайте, крутись-вертись, тебе же посылку надо. В общем, моя мама сообразила, она показала адрес там доставки, что это у нее прописка по этому адресу, то есть, если бы она не была прописана, на другой адрес была доставка, она бы не доказала свою фамилию по паспорту, что она живет по этому адресу доставки, что ее вот фамилия, прописка там есть. А если другое какое-то место, или вы получаете прописку, у вас нет, например, прописки, Все, фига, вы обламываетесь опять со своей посылкой Потому что кто-то там фамилию половину потерял Это сразу заявление всякие писать То есть тут еще больше-больше всяких проблем лишних В общем, назначили Елене Слава богу, получилось так, что именно в тот день Этот парень на таможне ехал именно в ее отделение на эту почту И, короче, встретились они через 3-4 часа на месте Как это происходит? Отводят отдельную комнату человека Открывают при нем посылку И он все документирует фотографиями Каждую вещь, каждый размер Он заранее спрашивает Например, это знаете, как в полиции Обувь, какого размера, например Обувь там 38-й, 39-й, 40-й, неважно Какой это размер называете Которую вы назвали на таможне Когда заполняли документы Вы перечень составляли Что там может быть лежать внутри посылки И у вас вот эти ваши слова, которые вы написали до этого В бланке И то, что достанут с посылки С соответствия, проверяют Если нет, то я не знаю, что было Просто я маме это все перечислила А если это подарок И вы вообще не знаете, что там в посылке должно быть Я даже не представляю Как вести себя в этом случае Обратно упаковали, оставили на почте И парень говорит Сегодня, например, он сказал В 6 часов вечера Приезжайте опять на таможню Ваши документы я подготовлю Я эти там Мы там, в общем, подпишем их Тролливали И сделаем решение по поводу вашей посылки Мама счастливая Думает, за один день все легко У нее же работа, как ни крути Время должно найти Как-то образоваться Чтобы этим всем заниматься А это край города ехать Это вообще просто ужас Короче говоря, приперлась она В это здание На поле посреди окраине города Новосибирска А ей говорят А что это вы сегодня пришли? Вас обманули Наш сотрудник сказал вам Неверную информацию Надо ждать минимум 3-4 дня И мы вам позвоним И пригласим Когда документы на вашу посылку Будут готовы И несула на хлебаши Бедная моя мама Опять покандаляла Обратно домой Сколько было руганий Вы себе не представляете Именно бдений на эту тему Все эти дни Как мне было неудобно За эту посылку Что она этим напрягалась Что она тратила время Свой выходной С утра до вечера С этими почтами Посылками И всеми этими делами Короче говоря Ей позвонили Через 2 дня И сказали Все, документы готовы Приходите за результатом Пришла она Через несколько дней Как смогла За результатами на табожню Целый час Ребята Я не вру Она была одна На этой почтовой таможне И целый час Она оформляла документы Ну ей дали бланки Образцы Очень вежливо Она попросила отметить Видео Что очень вежливо С ней общались Действительно Очень хорошо приняли Потому что На эту окраину Городную таможню Никто и не приходит Поэтому очень хорошо К посетителям относится Но все же У мамы Осталось очень приятное впечатление От этих ребят Которые там работают И это очень приятно Я этим горжусь Скажем тогда Дозвон на нашу таможню Что нормально по-человечески Хотя так и должно быть Но сами знаете Как у нас бывает Сервис работает О чем тут говорить Что по-человечески Нормально хорошо отнеслись Ну просто видно Что женщина Знаете Не молодая девчоночка Бегать за ними Далеко Которая живет Ну в общем понимаете Нормальное отношение Приятное было В общем Целый час Она заполняла Кучу всяких бланков Около 3-4-5 листов Где-то было А4 формата Что в посылке Опять же Переписывалось Цена Этих товаров Примерная Хотя бы Все-все-все прочее Ребята очень помогали Молодцы После заполнения Всех этих документов Выдается Какая-то Бумажка Заключение С которой Уже Идете на почту И получаете Вашу посылку Окей На этом Скажем так История Закончена Вот этого Бюрократии Которая Из маленькой посылочки В 2 кг Развернулась На неделю Естественно Представляете Я просто подумала Если у человека Рабочий день 5 дней в неделю Как он должен ходить Это все делать Бюрократией Заниматься Вы мне объясните У меня мама Работает Скажем так Сама на себя У нее свой бизнес У нее есть время Не то что есть Она может постараться Найти это время Если это очень надо Она это сделает То что она и сделала Собственно Она нашла это время Она потратила Фактически 1 день С утра до ночи Прямо Открытие С 9 утра До 6 вечера До закрытия Этой таможни Бегала по городу Все это делала Еще один день Потом она уже Когда поехала За этой справкой И пошла уже На почту Получает То есть По факту 2 полных дня С утра до вечера Человек потратил А если ты работаешь С утра Например С 9 до 5 Когда это делать Как это делать Напомню Что посылка Хранится месяц То есть По факту У вас будет 4 выходных дня Чтобы это решить 4 например Суббота Если в субботу Там не работать В общем Я вообще не представляю Честно говоря Когда человек работает Полный график Пятинедельную Пятидневную неделю Как этим заниматься Ну окей Я в принципе Меня предупреждала Подписица О том Что это будет Нелегко Но что настолько Это вообще Пипец Теперь выводы По поводу того Что можно Покласть в посылку Что нельзя Что я хочу Для вас Донести Для тех Кто собирается Отправить посылочку Из-за границы В Россию Не обязательно Из Турции А вообще Правила таможенные Простите Геморрой Который развели Бюрократически Это чисто Из-за русско-турецких Отношений В последние годы По сути Таможенник Это впрямую Так и сказал Озвучил Следующее Чеки Не обязательно В посылке Мне до этого Подписица написала Но нет Тоже Это вопрос Был задан Таможеннику Может быть На какие-то Продукты питания На что-то Что может вызвать Сомнение Класть чеки В посылку Он сказал Чеки Никакой ответственности Вообще Ничего Чисто на глаз Исходя из цен Которые у вас В стране находятся Чеки Вообще Не показатели Они не нужны И не парьтесь В общем Не кладите их Итак По поводу Посылки с таможенным Уведомлением Это посылка Которой Растаможкой Занимаетесь Именно вы Из Турции Это все посылки Это проходит Из других Каких-то стран Бывают посылки Выборочные Если их просветили На таможне И они вызвали Какие-то сомнения На наркотические Вещества Запрещенные Какие-то вещества То эту посылку Вы будете Растамаживать Лично на месте Получения Как сделала Это моя мама То есть Заочно Вот так Никто этим заниматься Государство Ответственности Брать не будет То есть Вас будут за это трясти Но это обычно Каких-то запрещенных средств Я тут выписала себе список Если вы отправляете Какую-то одежду Одежда должна быть Вся На одного человека Одного размера На получателя Почему Потому что Если вы Например Отправляете Ну вот я отправляла Маме вещи Если бы я туда поколала Например Какое-то платье детское На какого-то ребенка Одежду Либо на мужчину Например То получатель Должен доказать То что этот человек Является членом Его семьи Например Свидетельство о браке Если это муж Либо если ребенок Свидетельство о рождении То есть Ну вот так В общем Попробуй И понимаете Доказывать вы должны Это в ваших интересах Таможенник просто Вас это спросит Дальше Еда Еды в посылке Может быть До 5 килограмм Только в заводской Упаковке И еда Ничего То есть Самодельного Домашних огурчиков Без этикетки Или еще чего-то Вы не можете туда покласть В вашу посылку И еда Никаких натуральных продуктов Типа мясо Рыба Молоко И полуфабрикаты Вы можете покласть В заводской упаковке Сыр Колбасу Консервы Так как это в упаковке И так как Это ветнадзор То есть Если это выпущено В производство Вы купили в магазине Это говорит о том Что вет Печать Разрешение Все есть Это то что вы дома Приготовите Все дома и оставляете Нефига это отправлять Это может быть опасно Заразно И все-все-все прочие дела Что логично Я с этим абсолютно согласна А растаможки Посылка ваша может быть Ну вот Не надо платить пошлину На растаможку Если до 31 килограмма Посылка И ее стоимость До 1000 евро Если свыше То там уже идет От стоимости Вашей посылки Там перевеса Идет формула Есть в интернете Можете почитать И высчитывается 30 процентов Я нашла такой Интересный пример Если вы например Купили в загранице Где-то Ну в интернет-магазине За границей Телевизор Если он весит 40 килограмм Разрешенных 31 И стоимость его 500 долларов То по формуле Вы заплатите за него За растаможку 250 долларов То есть половину цены Стоимости Самого телевизора И собственно Хочу подвести Итог 7 кругов Этого ада Бюрократического Если посылка С растаможкой С таможенным уведомлением Вы идете На таможню Пишите заявление Берете Талон окрепительный Встреча На почте уже идет С экспертизой С фотографией Потом вы ждете 2-3 дня Возвращаетесь Опять на таможню Вас вызывают Сейчас заполняете Всякие бумажки Документы Берете результат И с ними уже идете На почту Получать вашу посылку Если вас все это устраивает То пожалуйста Покупайте Подарочки Отправляйте Их посылочками Никто против не будет Проблем нет Но ничего запрещенного Конечно нельзя Я какой вывод сделала Стоимость отправки 143 лиры Да Нормальная цена Быстрая доставка Реально там 10 дней Буквально Все уже пришло Если отправлять редко Раз в год Например Или раз в полгода То реально Почему бы нет Если у вас нет возможности Приехать То можно это делать Еда только покупная В заводской упаковке Одежда только одного размера На получателя Этой посылки И самое главное Не класть туда ничего Наверное дешевого Потому что В 143 лиры Доставку нужно оправдать Класть какие-то дорогие вещи Но если вы часто летаете Как у меня получается На родину Или кто-то ко мне приезжает Более-менее часто Смысла конечно Отправлять посылки Такого нет Но если у вас нет возможности Часто приезжать То раз в полгода В год можно отправить посылку Там вот весом До 5 килограмм Ничего не было вскрыто Украдено Или еще что-то Так как вот здесь Своими руками Здесь упаковали В коробочку поклали Мы Заскочили Все это дело Так на месте Моя мама Во время экспертизы Когда все это фотографировали Своими руками И открыла Вот такой ликбез Это реально Я сделала для вас Чтобы снять видео Рассказать Как же отправить посылку Из Турции В Россию Вашей информации По факту особо Нет никакой Видео информации тоже Мне самой было Это крайне интересно Вот пожалуйста Такие приключения Я нашла Делайте выводы Пишите комментарии Попадали в такие ситуации Отправляли вы посылки В Россию Если да Что как оно Собственно Все это произошло Очень интересно Либо в другие Ваши страны У вас нормально Проходят Либо как у нас Здесь в Турции С проблемами Определенными Либо нет И обязательно Если видео Вы считаете Полезное Поставьте лайк Ему И репостните В каких-то группах Где вы там общались Где вот эти вопросы Задаются Распространите это видео Потому что видео Снято специально С информацией Для вас Оно очень долгое Так что Будет Думаю Многим людям Полезное Буду ждать Ваших комментариев С всеми С вами пообщаюсь Скоро увидимся Всем пока